на канал экзегет поступил такой вопрос может ли человек сам оценить крепость своей веры думается какими критериями оценить веру господь сказал что если кто имеет веру горчичное зерно тот скажет горе сей подвигнется верить в море и будет так по слову его можем так сказать горание подвигается значит какая у нас вера сказано дело без без вера без дела мертва но много ли у нас добрых дел ну какие то есть добрые дела но так ли много все же если мы были верующие ну так как хотел бы от нас господь так как веровали святые так скажем лучше то и жизнь была у нас цепью добрых дел во христе у нас этого тоже нет но чем можно еще померить веру господь говорит не бойся только верь часто мы боимся давайте спросим себя часто ли нас посещают чувство тревоги ну что ты тревожишься казалось бы господь рядом с тобой господь тебя любит у тебя и волосы все сочтены а что ты боишься что ты тревожишься тогда ты боишься заболеть но а что-то убирать не собираешься впереди все равно так или иначе большинство из нас болезни и смерти но впереди жизнь вечная опять же ты же вера и жизнь вечная почему же ты боишься в чем же твоя вера речет о том что никого из нас нет такой веры которая есть скажем у тех кто находится на небесах у нас другая вера вера человеческая вера несовершенная и никогда не думать что мы крепки в вере когда не думать о себе что мы чего-то достигли святитель феофан затворника говорит об этом что начинай свой день как бы с чистого листа никогда не не думай что ты находишься на каком-то новом духовном уровне этот уровень выше лучше думать о себе смиренно и когда думаешь о себе смиренно то ты приходишь к такому выводу что на самом деле ты немощен человек но немощи разные бывают бывает немощь расслабленная когда человек немощен и пассивен и уходит себя и ему ничего не надо и он ничего не делает для своего спасения прежде всего бывает другая немощь немощь богоприимная богоприимная то есть как парус это пилит Антоний Сурожский об этом говорит что эта вера подавляется парусу ну что там парус это кусок материи ну вот дует ветер он надувается и огромный корабль многотонный быстро плывет по морю так и богоприимная немощь так и смиренная вера вера без смирения никогда не будет живой она всегда будет надуманной поэтому постараемся думать о себе смиренно считая что мы ничего не достигли постараемся не забывать о своей немощи ни над кем не превозноситься открывая свое сердце богу и господь видя нашу открытость видя наше желание быть твердым в вере придет к нам и наполнится парус нашего сердца дыханием божиим и появится у нас и сила и все необходимое для того чтобы нам сдвинуться с мертвой точки и в конце концов покаяться но все же мы никогда не должны терять надежды на эту силу божию в этом будет наше смирение и в этом будет крепость нашей веры как сказано в притчах соломоновых надейся на господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой во всех путях твоих познавай его и он направит стези твои ващество и ващество и ващество и там и ващество и там